Здравствуйте! В эфире тема дня. И сегодня мы говорим о деятельности религиозных общин на Луганчине. У нас в студии Александр Козенко, заместитель начальника управления культуры, национальности и религии Луганской облгосадминистрации. Добрый вечер. На Луганчине всегда было представлено много разнообразных религиозных конфессий. Расскажите, сейчас по-прежнему люди любой веры чувствуют себя уютно, комфортно, свободно в нашей области? В Луганской области, начиная с 1991 года, буквально на сегодняшний день, свои религиозные предпочтения реализовали путем использования прав, предусмотренных законом Украины, свободе в совести религиозных организаций, 45 конфессий, 45 вероисповедных направлений. Всего действует 828 религиозных организаций, но сейчас я должен сделать такую поправку, что на территории подконтрольной украинской власти, в этом регионе, 325 религиозных организаций действуют. Это порядка 200-300 тысяч верующих, это такие оценочные приблизительно данные. Эти 325 религиозных организаций, часть из них, если брать во внимание их управления областные, это областные объединения, союзы, оказались в разделении. То есть, на примере Луганской епархии, можно сказать так, что 79 приходов находятся на территории подконтрольной, остальные свыше 140 приходов находятся на территории не подконтрольной. То есть, религиозные организации оказались разделены вот этими событиями, которые происходят на, скажем, на две таких территории. Но я должен сказать, что контакты между ними все равно есть, молитвенное общение осталось. Единственное, что, конечно же, условия в тех, которые оказалась и та часть религиозной общины, и это, они, конечно, несоизмеримы. А вот какие условия? Есть у вас факты, какие-то данные? Ну, данные, они, собственно говоря, проведены в открытых источниках, в интернет-изданиях. Но я должен сказать, что основная, скажем, на мой взгляд, трудность или, собственно говоря, обстоятельства, которые ухудшают в некоторой степени их существование, заключается в том, что вот именно в этом разделении, потому что утраченные контакты, общение, в том числе, существуют определенные сложности с перемещением священнослужителей и для духовного окормления верующих, как это, допустим, произошло с приходом Рима католической церкви, которая единственная у нас в области имела культовое сооружение в Луганске, и, собственно говоря, и верующие были там, находились в Луганске, то сейчас вот на этой территории действительно вот единичные только есть семьи, которые просят окормления духовного. Ну, нам нужно сказать и подчеркнуть то, что духовенство Рима католического прихода, оно оставляет, не оставляет, скажем, свои чадо в духовном попечении. То есть оно осуществляет молитвенное общение с теми людьми, которые находятся в Стаханове, я имею в виду, это территория неподконтрольная, и на территории Свердонецка, в Старобельске существует большая польская община и так далее. Контакты поддерживаются, только я еще раз хотел бы подчеркнуть, что на нашей территории работает законодательство Украины, которое обеспечивает всю полноту, как говорят, религиозных свобод, осуществление этих свобод. Поэтому на этой территории мы можем сказать, и я не думаю, что мои слова могут быть опровергнуты, они могут быть только поддержаны, что те религиозные организации, которые здесь находятся, чувствуют себя комфортно и действуют в соответствии с своими доктринами. Какие это доктрины? Это, в первую очередь, социальная доктрина. По сути, все наши общины, это православие, греко-католики, евангельские христиане и баптисты, христиане веры и евангельские, ряд других, сейчас активно занимаются социальными проектами, которые, в общем-то, нацелены на то, чтобы помочь людям, которые попали вот в эти экстремальные ситуации, которые стали переселенцами, лишились своих, лишились домашнего крова, у них появились другие проблемы, которые связаны, допустим, ну, с проживанием вот в этих экстремальных условиях. Поэтому очевидно, что вот действительно вот подъем деятельности религиозной организации, совершенно другой подход к их проектам, это вот наметился в конце прошлого года, это сентябрь и начиная до сегодняшнего времени. То есть большая активизация гуманитарной работы религиозных организаций. Вот это тот факт, который нужно отметить. Следующее такое благое дело, которое, в общем-то, присуще всем без исключения религиозных формирований, это, конечно же, все те акции, которые они проходят, которые они проводят в соответствии с своими доктринами вероисповедными, которые посвящены действительно достижению мира, примирению, призывам к противоборствующим сторонам. Я, может быть, скажу так, что призывам к миру, вот это объединяет все конфессии. И я должен сказать, что за последние 20 лет, наверное, таких примеров не было. Примеров того, как стираются эти противоречия между представителями разных конфессий в борьбе за мир. Наверное, вот это их объединило, да? Да, вот это их объединило, да. Потому мы являемся свидетелями, когда действительно некогда разделенное, скажем, ну, я бы не сказал, что это разделение, оно, собственно, жизненное. То есть люди избрали разные вероисповедные направления, они относятся к разным религиозным организациям и группам, и они жили в мире и раньше. Но сейчас есть такая, знаете, атмосфера какого-то доброжелательства, такого отношения, где все, независимо от вероисповедных своих предпочтений, объединены одним. Действовать во благо человека, во благо мира. Скажите, пожалуйста, а вот верующие на оккупированных территориях, ждут ли они возвращения Украины? Вы знаете, я раньше проводил этот... Мы общаемся, и вот, собственно говоря, как говорится, церковь границ не знает, поэтому эти условные разделения, оно привело к тому, что действительно контакты сохранились. Мы обмениваемся, нам звонят, потому что возникают вопросы, ну, в частности, в частности, их деятельности. Они спрашивают у нас совета, но мы им говорим так, что мы можем гарантировать те условия, которые были, собственно говоря, до недавнего времени комфортной жизни религиозных организаций, то есть на территории подконтрольной. Но по разговору, значит, можно сделать такие выводы, что к нам часто поступают вопросы о том, что почему нельзя зарегистрироваться, допустим, религиозное общение в одном из районов, которые временно оккупированы, по украинскому законодательству. Ну, может быть, я, как говорится, обобщаю, но это очень хорошие показатели, то есть люди чувствуют себя надежно защищенными только под, скажем, под защитой законодательства Украины и всего, всех тех норм и условий, которые обеспечиваются украинской властью. Проблематика, естественно, есть. Она порождена действительно вот этой ситуацией, но существует масса примеров, которые говорят о том, что верующие родственных конфессий, которые находятся на этой территории, находят пути помогать своим братьям и сестрам на территории временно неподконтрольным нам. Поэтому человеческий фактор сейчас, как говорится, приобрел особое значение, особую важность. Украинская Православная Церковь – это наиболее численная конфессия в нашей области. Об их деятельности расскажет высокопросвещеннейший Никодим, архиепископ Северодонецкий и Старобельский. Северодонецкая епархия, Украинская Православная Церковь Мы также принимаем участие на всех государственных праздниках, таких как День независимости, День города, День освобождения города, где мы также в наших православных храмах молились о мире. Также мы постоянно молимся о погибших воинах, которые защищают сегодня Отечество. И так в этом году, когда на День покровы был День защитника Отечества, также вместе с всей областной администрацией мы молились на площади перед памятником Радьевского о тех погибших воинах, которые отдали жизнь свою за мирную жизнь нашего народа. Также в сегодняшний день мы знаем те страшные события, которые произошли в городе Сватово, и мы сегодня совершали литургию. В этот день мы также молились о тех людях, которые погибли в связи с этими страшными событиями, которые произошли. И также молились о тех людях, которые на сегодняшний день, мы знаем, что много и жилых домов, много людей оставляют свои дома, которые переезжают в город, Северодонецк, Кременную, другие города. И также наша церковь, мы также примем участие для того, чтобы помочь этим людям, которые на сегодняшний день вынуждены переселиться в иное место. Также на протяжении всех вот этих военного конфликта, когда были переселенцами, всегда помогали переселенцам, мы также, наша церковь принимает участие для тех людей, которые нуждаются в помощи, материальную помощь также предоставляем и детским домам, домам-интернатам, также и проводим духовные беседы с ними. И надеемся и на дальнейшем, что наше сотрудничество, вот именно православная церковь и областной отдел культуры, мы также будем плодотворно сотрудничать для того, чтобы помогать нашему обществу. Скажите, пожалуйста, насколько важна вот эта совместная работа, о которой мы услышали из речи властей и священнослужителей? Ну, независимо от того, какое существует мнение в обществе о том, что церковь делена государством, на самом деле церковь и государство – это две институции общественные, которые сотрудничают. И, собственно говоря, и государственные органы, и религиозные действуют на пользу человеку. То есть их объединяет общее в том, чтобы действительно духовные власти, духовную поддержку оказывают государственные власти, естественно, все то, которым мы пользуемся – образование, здравоохранение и прочее. Поэтому вот это, как говорят, есть такой термин православный – соработничество. Оно действительно очень развилось в последнее время, поскольку, условно говоря, можно сказать так, что за период, который прошел после провозглашения свободы совести, принцип как такового в 1991 году, деятельностью церковных институций были присущи ряд периодов. Первое – это восстановление религиозной жизни. Второе – это, ну, это я провожу такие факты, ну, вернее, такие сравнения, может быть. То есть, ну, на мой взгляд, несколько этапов было. Это возвратение религиозной жизни, потом становление материальной базы. Вы знаете, что вот за годы, прошедшие со дня провозглашения независимости Украины с 1991-1992 годов, у нас в области было построено 54 новых культовых сооружений. То есть материальная сторона была обеспечена. А раз, значит, образовалась база материальная, то появились новые задачи. Новые задачи. То есть мы знаем многие проекты, которые церковь осуществляет в области здравоохранения, в области образования, в области культуры. Поэтому мы только можем констатировать и приветствовать тот факт, что религиозная жизнь, она является, как говорится, неотъемлемым компонентом в жизни светской или общественной. Это очень важно. И вот, как говорил ладыка Никодим, действительно, вот это время, которое прошло, и то участие Украинской Православной Церкви, Свердонецкой епархии в социальных проектах, оно очень важно, и оно по своей сути является необходимостью, которая обусловлена вот этими обстоятельствами. По сути дела, Церковь в многих случаях помогает государственным органам адаптировать людей, адаптировать те ситуации, которые не попали. Вот это соработничество является важнейшим показателем сегодняшнего дня. Я очень благодарен Владыке за те теплые слова, которые говорят о работе управления культурой. Но у нас впереди еще много проектов, которые мы хотели бы совместить совместно с епархией. Один из них касается того, чтобы посредством или с помощью учреждений культуры провести такой своеобразной обучающую, допустим, практику или, допустим, семинары, начиная с Азов православия, как вести себя в церкви, чему посвящены те или иные молитвы, те или иные праздники. То есть ввести молодое поколение, молодежь в мир иконы, что означает икона, какой она имеет смысл в содержании. То есть мы хотим, не входя в религиозную составляющую, сделать такой познавательный цикл, используя возможности, которые нам предоставлены, ну, естественно, с соблюдением законодательных требований. Вы имеете в виду, это уроки в школах будут проходить? Уроки в школах, в принципе, они были всегда возможны, но уроки в школах проводятся тогда, когда образуется аудитория детей. То есть мы, следуя букве закона, говорим о том, что факультативные занятия в школах по этой тематике, которую я только что вот сказал или коснулся, они могут быть, но только при желании двоих родителей ребенка. То есть мы, как бы, никоим образом не хотим, значит, войти в сферу или в плоскость решения судьбы этого, значит, ребенка, о том, какую он веру изберет дальше. Но в познавательном плане, я думаю, что тут у нас ограничений нет. Поэтому мы можем даже использовать те законодательные права, которые обусловлены законом про освиту, опять же же о свободе составляющих религиозных организаций, сделать такой своеобразный, ну, не курс, а пока это в рабочем, так сказать, состоянии, какую-либо программу, которая несет именно познавательное значение, чтобы, приходя, как говорится, в зрелый возраст, человек представлял, молодой человек представлял себе, что такое религиозное многообразие. Это очень важно. Важно еще и потому, что, понимаете, когда мы говорим, что конфликтов на религиозной почве в Луганской области нет уже давно, но, по сути дела, конфликтность, она, как бы, присуща незримой этой вот сфере. Почему? Вот после того, как произошла демократизация, произошла демократизация религиозной жизни, появилось несколько факторов, которые волей-неволей влияют на наши отношения. Ну, я имею в виду на отношения между людьми. Первое. К сожалению, сейчас существует, ну, не противостояние, а межправославное, скажем, ну, нет единства православного мира. В этом году между киевским и московским патриархатом. Ну, в общем, да. И не только. Там определенные позиции занимает украинская автокефальная православная церковь. Эти, скажем, ну, не противоречия, а некоторые разные взгляды на вопрос единения украинского православия, это все равно становится общественным достоянием. То есть можно сказать, что люди занимают разную позицию, естественно, они отставят свои интересы. То есть это как бы не конфликт, но есть такая, скажем, незримо витающая в области предпосылка к этому конфликту. То же самое сейчас настроение, общественное настроение иногда вообще состоит в том, что вот это бурное развитие религиозной жизни не всеми воспринимается позитивно. То есть люди, допустим, привыкшие жить в атеистическом государстве, они как бы воспринимают это с опаской, такой расцвет религиозной жизни. Много вопросов возникает и в тех случаях, когда появляются новейшие нетрадиционные течения, то есть те течения, которые незнакомы были раньше. То есть вот эти вот моменты нуждаются в том, чтобы, ну, в общем, человек, вступающий в жизнь, взрослый, должен как бы ориентироваться сам в этих вопросах, то есть как бы знать хотя бы этих вещах. И, собственно говоря, вот это знание, оно может обусловить то, что общество станет более толерантным, чем есть на самом деле. Но ведь и не все взрослые, к примеру, знают, как себя правильно вести в церкви. Абсолютно правильно. Ну, дело в том, что существует система, ну, естественно, что сейчас это в основном, этому посвящено самообразованию. То есть если мне что-то неизвестно, я постараюсь это выяснить. Это первое. Второе, все-таки религиозный опыт. Если человек посвящает какую-то, ну, скажем, из новейших или нетрадиционных религиозных организаций, и ему, он чувствует себя дискомфорт, то, по сути дела, никто его за руку оттуда вытягивать не будет. Он должен определиться сам. Ну, вот такой есть принцип свобода совести. Поэтому, естественно, что, да, вот такое религиозное обучение, по крайней мере, обучение его азам или просто информативная часть этих вот нюансов, она действительно должна быть. И, в общем-то, она и посвящена тому, чтобы снизить уровень этого конфликтного потенциала. Но у нас, как я уже отмечал раньше, и вообще вот за период с 91-95 года, после не очень день, никогда не было открытых проявлений конфликтных. Что, собственно говоря, стало свидетельством тому, что вот этот диалог, который налажен государственными нашими учреждениями с религиозными властями, он есть. А другой инструмента нет, кроме диалога. То есть... Ну, то есть мы можем уверенно сказать, что каких-то межцерковных конфликтов на украинской территории Луганчины сейчас нет. Безусловно, это радует, прежде всего, наверное, людей, которые действительно объединились вот в желании жить в мире, несмотря на веру, несмотря на какие-то их принципы, привычки, да, вот устав жизненный. Скажите, пожалуйста, а вот что делается у нас в области, чтобы избежать дискриминации на религиозной почве? Ну, у таких случаев я за свою, скажем, многолетнюю практику работы я не наблюдал и не фиксировали мы. Были моменты, которые касались, допустим, ну, скажем, когда в школе какой-то из выходных дней, ну, это было очень давно, назначали экзамены или тестирование. В этот день, допустим, учащийся не мог проводить, поскольку он относился к конфессии, которые в субботу, ну, они должны пребывать в молитве. Ну, эти вопросы решались легко и, в общем-то, без каких-то дополнительных усилий, то есть определялся отдельный график по этому человеку. Что касается, вот, совсем недавно был факт, когда в одном из городов на нашей территории было такое намерение провести богослужение, причем не был учтен фактор того, что между религиозными организациями была договоренность, обочередность. То есть мы не говорим о совместных богослужениях, поскольку мы не можем этого даже предлагать, поскольку это будет, в общем-то, не совсем толерантно, но мы можем определять очередность и исходить не из самого, скажем, чиновничьего решения, а мы должны исходить из того, как хотят поступить в этом вопросе люди. Если они предлагают нам, значит, поочередное богослужение первым проведет, скажем, духовенство Украинской Православной Церкви одной из номинаций, а потом по согласованию с другой конфессией она проведет вторым, то в этом нет никаких проблем, не может быть. Поэтому еще один момент, кроме познавательного, это есть момент диалога. Вот этот процесс диалога должен быть, все время должен был быть поддержан и все время он должен быть, как скажем, инструментом для решения предпосылок. Непрерывным, да, абсолютно правильно. Вот такие, собственно говоря. Скажите, очень важную роль сейчас занимают капелланы в нынешнее время. Сколько их находится на линии? Ну, конкретно мы такой статистики не ведем, поскольку я знаю, что и, собственно говоря, вести ее как бы не совсем логично, поскольку мы знаем, что в составе, ну, по крайней мере, опыт нам говорит, и общение с духовенством говорит о том, что в разных подразделениях воинских существуют разные, представители разных конфессий. И те церкви, которые представлены на всеукраинском уровне, они создали свои капелланские службы, работают в тесном контакте с Министерством обороны. И они вдвоем определяют потребность в этих капелланах. Вот, ну, насколько мне известно, вот на нашей территории это капелланы Украинской Григо-Католической Церкви, потом капелланы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, недавно я встретил в городе капелланов христиан, веры и евангельские пятидесятников, то говорить о том, что эта цифра стабильна и динамична, ну, мы не можем, поскольку существует, то есть закон говорит о том, что в воинском подразделении, в любом другом учреждении закрытом, если есть обращение военнослужащих по направлению туда именно капеллана из какой-либо церкви одной, то вот они имеют право реализовать свои права, то есть командование этой воинской части должно обеспечить условия для проведения этих молитвных собраний и духовного попечения. Ну, такой цифры у нас нет, но мы знаем, что они присутствуют, капелланы воинские. Единственное, что у нас была такая, скажем, ну, во-первых, институт военного капелланства, он введен совсем недавно, и вот это вот сам фактор направления этих капелланов воинской части не всегда согласовывается с областными структурами организационными, это епархиальное управление. И получается так, что на территории, которая относится к епархиальному управлению, управляющая этим, этой епархией, не всегда оповещен о том, кто же присутствует там. Вот эти моменты тоже, собственно, вызывают определенные, ну, скажем, недоразумения, но они решаются. Но главное, что они есть и есть представители разных религиозных общин, чтобы люди, находясь вот в таких сложных ситуациях, в немирных обстоятельствах, они могли также вот получить какую-то духовную, прежде всего, поддержку. Ну, это есть, этот факт, как говорится, присутствует, и это очень, как говорится, замечательно, что этот институт развивается, поскольку долгое время законодатели обсуждали только этот вопрос, а сейчас это уже стало возможным. И естественно, что практика их деятельности, она даст нам какие-то выводы о том, как улучшить эту работу. Ну, мы не хотели бы быть арбитрами, чтобы там был такой-то, там такой-то. То есть первое очередное условие — это определение именно военнослужащими и людьми, которые требуют этого попечения. Вот это главное. Если нет таких запросов, значит, собственно говоря, и нет. Может и не быть, поскольку мы, когда говорим о свободе совести, мы говорим не только о верующих людях, мы еще говорим об атеистах. Вот сейчас на слуху обычно защита прав верующих людей. А атеизм — это тоже образ мышления, который нуждается в общем-то иногда и в защите. Их может быть меньшее количество этих людей, но они есть. Поэтому при решении этих всех вопросов должно быть учтено все. То есть все факторы, которые у нас, допустим, могут быть. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо нашим зрителям за внимание. Я напоминаю, что гостем в студии был Александр Козенко, заместитель начальника управления культуры, национальности и религии Луганской облгосадминистрации. До встречи на телеканале Материал Козенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok